Здравствуйте! Вы смотрите программу Смыслица. Сегодня наша тема – согласование приложений географических названий. Определение помним еще со школы. Приложение – это согласованное определение, выраженное существительным. Но наибольшие трудности обычно возникают при согласовании приложений географических названий. Давайте запомним, в каких случаях географические названия, выраженные склоняемыми именами существительными и выступающие в роли приложения, согласуются с родовыми наименованиями. Итак, согласуются названия городов, деревень и сел в городе Москве, Париже, Чебоксара, Харькове, в деревне Карташовке, в селе Горюхине. В специальной литературе не согласуется название на О, потому что может возникнуть неясность в определении начальной формы слова. Крюков или Крюково в речи военных тоже не согласуется. Не согласуются составные наименования в городе Гусь-Хрустальный. Согласуются названия рек на реке Москве, Темзе, Днепре. Не согласуются малоизвестные и составные наименования у реки Аргунь, у реки Северский Донец. Название озер, каналов, заливов, проливов, островов, гор, пустынь не согласуются. Например, в пустыне Каракумы, на острове Кипр, в проливе Босфор, на горе Арарат, на канале Волгодон или у залива Аляска. Название станции и портов не согласуются. В порту Керчь поезд подъехал к станции Тула. Название зарубежных республик согласуется, если имеют форму женского рода наия, и не согласуется, если выражены формой мужского рода. Например, с республикой Индии или к республике Судан. Название зарубежных административно-территориальных единиц не согласуется с родовыми названиями. В штате Техас, на курорте Давос, не согласуются астрономические названия. На планете Марс, в созвездии Лебедь, названия улиц в форме женского рода согласуются. Например, на улице Варварки, на улице Остоженки, а вот в форме мужского рода не согласуются. На улице Арбат. Не согласуются также составные названия улиц. Например, я живу около улицы Малая Бронная. Это сложно, но запомнить можно. Пусть наша речь будет безупречной. До встречи!